Здравствуйте, уважаемые коллеги! Сейчас, минутку. Так, хорошо? Да, вот так получше. Хорошо, это фонит. Что я сегодня хочу сделать с вашей тоже помощью, это то, чего нам с вами очень не хватает в работе. Так как я являюсь практическим школьным психологом, то, естественно, что для меня вот эти алгоритмы длительного наблюдения, профилактики и коррекции детей из группы риска и детей уже с проявлением, и с проявлениями девиантного поведения, естественно, они очень актуальны. Поэтому во второй половине нашего вебинара, нашего часа, я представлю вам один из длительных примеров наблюдения, которые, собственно говоря, показывают все этапы развития. Тяжелая достаточно форма девиантного поведения – это противоправного поведения. Ну и немножечко мы с вами, чтобы быть в едином поле терминологическом, вспомним, что же такое поведение человека. Поведение человека – это тот образ жизни, который он ведет, где? В том сообществе, в котором он живет. Поведение человека, оно регламентируется. Чем регламентируется? Регламентируется прежде всего теми общественными нормами, которые установлены негласно или гласно в каких-то кодексах определенных. Есть в этом обществе и зависит от культуры, от истории данного общества. И, естественно, что поведение в одних странах, в одних государствах, оно может противоречить поведению и быть асоциальным поведением в другой стране. Ну и, естественно, что это нравственность, это этика, это мораль. Ну и поведение человека регламентируется теми правовыми нормами, которые мы называем законодательством. Понятие вообще асоциальности – это не сейчас появилось, это достаточно термин, понятие асоциальность используется еще с половины XX века, то есть более ста лет как термин. Ну и это было прежде всего собирательным таким политическим термином, который обозначал неблагополучных людей. Причем неблагополучных людей из низших слоев общества. И тогда, в начале XX столетия, во многих странах асоциальными считались люди, которые принадлежали к некоторым, ну так скажем, сообществам внутри государств. Это попрошайки, бродяги, бездомные, это, как говорится, лица с ограниченной гражданской ответственностью, это наркоманы, алкоголики, это недееспособные вследствие психических заболеваний. Все они считались асоциальными. Правомощно это или нет, сейчас достаточно нам сложно, потому что за сто лет значительно изменились нормы и значительно изменилось отношение к асоциальности. Ну и асоциальности – это характеристика личности или группы своим поведением противоречия общественным нормам. Сразу же скажу, что определений очень много, и я использую сейчас те, которыми я привыкла пользоваться в своей почти 20-летней практической деятельности, поэтому, пожалуйста, примите без скепсиса, без критики. Ну и, естественно, то, что нарушает это поведение, это поведение, которое нарушает все мыслимые и немыслимые социальные нормы. Ну, ближе всего, и то же, к чему мы с вами привыкли, потому что асоциальное поведение – это все-таки то поведение, которое относится к девиатному, мы привыкли говорить о девиатном, отклоняющемся поведении. То есть то, как раз отклоняющее от нормы поведение, идеальное. Именно применительно к криминальным каким-то субъектам, к криминальному поведению, и, естественно, те, которые совершают какие-то уголовные, уже уголовно наказуемые деяния, которые могут причинить и причиняют вред окружающим людям. Оно встречается реже, и чаще все-таки его используют правоохранительные органы именно в этом контексте. И асоциальное поведение некоторые авторы рассматривают как разновидность агрессивного поведения, и вы согласитесь с этим, потому что очень часто асоциальное поведение проявляется именно в виде любой формы агрессии. Это начиная от непрямой вербальной и кончая тяжелыми формами физического воздействия, физической агрессии. Тогда, когда причиняется не только моральный и психологический вред, но и, естественно, физический. Ну и мы с вами будем использовать следующую классификацию. Противоправное поведение – нарушение правовых норм, аморальное поведение – несомблюдение норм нравственности и морали, аддиктивное поведение – уход от реальной жизни путем погружения в один из видов зависимости, как раз об этом мы с вами тоже будем говорить, и преступное поведение – совершение уголовно наказуемых деяний. Ну и все-таки мы с вами поговорим немножечко, я задержусь на зависимом поведении, потому что все-таки я как психиатр сталкивалась с зависимым поведением достаточно много уже именно с зависимым, когда формировалась та или иная форма. Это разновидность девиантного поведения, которое может проявляться, именно характеризуется непреодолимой подчиненностью интересов, интересов или другой личности, или собственных, или группы. И в данном случае очень хочется заметить, что в последнее время действительно зависимое поведение, я не беру крайние формы, алкоголизм и наркотическое, токсическое воздействие, но и есть формы, которые начинают формироваться уже в дошкольном возрасте, и воспитатели дошкольных образовательных учреждений с этим уже тоже серьезно сталкиваются. Что это такое? Это зависимость от различных электронных устройств, игровых приставок и всего прочего. Но большое количество детей сейчас стало проявлять дисморфоманией, то есть вот это зависимое поведение от мнения других, которое приводит к серьезным изменениям в психике ребенка и касается прежде всего его внешности. И во всем мире, я не говорю только про нашу страну, во всем мире возрастает количество не только девочек, но и мальчиков, желающих изменить что-то в своем облике. Причем изменить достаточно кардинально с помощью оперативных вмешательств. И это стало достаточно серьезной проблемой и поощряется многими родителями, которые дают немаленькие средства для того, чтобы 15, 16, 17, 18 лет ребенок, подросток шел на серьезные оперативные вмешательства, которые могут привести к последующему серьезному вреду здоровья. Ну и очень много сейчас и сайтов существует, блогеры, которые все это пропагандируют. Это стройность, это диеты различные, которые неконтролируемые со стороны врачей и без назначения диетологов, используются подростками тогда, когда необходимо, собственно говоря, очень серьезное питание, потому что организм сейчас формируется, формируются гормональные все стороны жизни будущей матери и отца, будущих граждан, что существенно тоже будет влиять и на психику. Дело в том, что зависимое поведение, оно опасно тем, что это становится сверхценной идеей. То есть формируется невроз навязчивых состояний или невроз сверхценных идей. Сверхценная идея или параноид, то есть идея, которая не имеет оснований быть и которой посвящается все свои действия, поступки, мысли у подростка. Естественно, что это причиняет очень существенный вред личности развивающей, что может повлечь за собой очень серьезные нарушения уже в виде ауто-деструктивного поведения одной из форм. Ну, вы знаете, что это очень серьезно, психологи, педагоги в последние годы сталкиваются с этим, к сожалению, все чаще и чаще. Это суицидальное поведение. Причем это не только действительно истинные какие-то суициды, но и попытки шантажные для того, чтобы вот как раз вот эти сверхценные идеи, привычки были реализованы. Начинается все это с самых обычных привычек, пищевых. Вот то, что касается того, что я в гидисморфомании, это пищевые привычки. К сожалению, эти пищевые привычки в последние годы у детей резко изменились. Я просто наблюдаю в течение 20 лет поколения за поколением. Дети изменяются внешне и, соответственно, в будущем и личность. Ну и хотелось бы немного коснуться причин появления таких расстройств. И естественно, что на первое место это медицинские причины. Вторая группа это педагогические, психологические проблемы и социальные. Так, медицинские факторы. В последние десятилетия возросло, невероятно возросло количество детей, рожденных прежде времени. Это дети с очень малым весом, дети с глубокой недоношенностью, которые с помощью врачей, аппаратуры серьезной, имеют право жить и выживают и продолжают дальше развиваться. Но дело в том, что любые преждевременные роды – это патология. Это гипоксия плода серьезная, потому что ребенку приходится вне организма матери развиваться дальше. Гипоксия плода, естественно, что это ткневая гипоксия, прежде всего клеточная гипоксия. Прежде всего будет страдать нервная ткань. Нервная ткань очень часто затрагивает, естественно, кору головного мозга. И кора головного мозга в совокупности всех центров – это тот регулятор нашего поведения, который с возрастом развивается. Дело в том, что большое количество сейчас недиагностируемо, к сожалению, хотя это возможно, но в этом проблема родителей, потому что родители неинформированы, а если информированы, то отказываются, это какие-то генетические заболевания, генетическая предрасположенность. Ну, вы слышали такой термин, как ядерная психопатия. То есть тогда, когда есть определенные нарушения в структуре коры головного мозга и в особенностях механизмов формирования межцентровых связей, которые, собственно говоря, и будут контролировать в дальнейшем. Прежде всего это касается лобной и височных долей. То есть тех регуляторов поведения, контроллеров поведения, которые должны без помех, без сбоев работать в течение всей жизни, для того, чтобы ребенок имел возможность формировать вот эти как раз нормы, определенные понятия, мораль, этику, нравственность. Потому что все это прописать на бумаге достаточно сложно. Это контролирует сам индивид. Ну и генетическая предрасположенность касается некоторых заболеваний, касающихся прежде всего познавательной сферы. Это умственная отсталость, это задержка психического развития по типу психического инфантилизма, когда, естественно, что кора головного мозга будет страдать в результате уже поражения со стороны данного заболевания. Ну и приобретенные, естественно, это самая значительная группа медицинских факторов, это различные инфекционные заболевания, которые перенесены ребенком особенно в течение первого года жизни, потому что любое инфекционное заболевание – это интоксикационный синдром прежде всего. Это естественно, что если эта инфекция, она имеет сродство к нервной системе, то, конечно, поражение нервной системы непосредственно идет. Это гипоксический, как для любой интоксикации, гипоксический синдром присутствует. Чем меньше ребенок, тем более он выражен. Это лекарственное воздействие, это антибиотикотерапия, это детоксикационная терапия. Несмотря на то, что мы лечим ребенка, но тем не менее эти препараты оказывают воздействие на органы и систему ребенка. Черепно-мозговые травмы. Черепно-мозговые травмы, их достаточно много, потому что очень, ну вот сейчас просто-напросто у знакомых вот это колесо, которое одно, ребенок катался и упал назад в себя, перелом трех позвонков поясничного отдела компрессионных, черепно-мозговая травма. С высоты тела 9-летняя девочка упала и получила такие серьезные черепно-мозговые и общие травмы. Ну и, естественно, это психосоматические патологии, это часто длительно болеющие дети, которые испытывают хроническую гипоксию. Это те дети, которые имеют заболевания лор-системы, носа, носоглотки, гортани. Все это, естественно, затрудняет процесс вдоха и выдоха, что тоже будет проявляться серьезная гипоксия. Почему я задерживаюсь на медицинских факторах? Потому что, собственно говоря, это те факторы, которые мы можем выявить в самом начале жизни ребенка и обратить на них внимание. Это не значит, что каждый ребенок, имеющий те или иные медицинские факторы, группы риска, будет обязательно формировать девиантное поведение. Но у него возможностей сформировать девиантное поведение гораздо больше, потому что есть психофизиологические, психофизиологические основы, но и нельзя забывать о социальном факторе, потому что больной ребенок – это всегда ребенок, находящийся на двух полюсах. Это или ребенок, которого не принимают родители и окружающие, или это ребенок, которого без конца балуют, которого без конца опекают, что тоже приводит к определенным формам отклонения. Следующее – это педагогические причины, это ошибки в воспитании в семье. И вот здесь, конечно же, роль воспитателей, психологов, дошкольных образовательных учреждений, она совершенно несоразмерима даже с этой проблемой. Она самая главная, потому что чем раньше выявятся вот эти нарушения со стороны именно родительского воспитания, тем больше у нас шансов, ну, во всяком случае, постараться предотвратить, хотя, конечно, не всегда это бывает, потому что мы с вами знаем, хоть нам родители утверждают обратное, мы с вами знаем, что воспитание происходит в семье. А раз это происходит в семье, вторгаться в семью, когда ребенок уходит туда, мы с вами не имеем такой возможности. И даже если мы что-то пытались вложить в течение дня, иногда перечеркивается одной только какой-то не очень правильной фразой родителям. Дело в том, что я хочу вам сразу предложить очень хорошую книгу. Любая книга, конечно, Людмила Михайловна Шипицына, это книга, которую необходимо нам всем обязательно прочитывать. Она называется «Психология детского воровства». И в этой книге, это учебное пособие, и в этом учебном пособии очень четко вот эти все причины, в том числе и педагогические, описываются. И я советую вам эту книгу приобрести, посмотреть, прочитать очень внимательно. Здесь есть большой раздел, который посвящен именно семьям. Что такое благополучный, неблагополучный, и какие ошибки совершаются во всех, в том числе и благополучных. Мы не должны с вами забывать, что благополучие бывает видимым, внешним. Внутри это достаточно серьезные проблемы. А следующее – это то, что касается психологических факторов. Ну, психологические факторы, мы в данном случае с вами используем этот термин, как те проблемы, которые касаются прежде всего психических функций ребенка, которые как раз и являются базовыми. Это память, внимание, мышление, воображение, восприятие и так далее. Ну и, соответственно, если вот эти медицинские и педагогические, или педагогические факторы, они могут проявляться в повышении уровня агрессии, выраженной тревожности, неуправляемость, коммуникативные какие-то нарушения. Возросло, к сожалению, количество детей с нарушениями аутистического спектра. Это не аутизм, не ранний детский, не синдром Аспергера или Каннера. Это именно приобретенные аутистические нарушения, которые могут проявиться в любом возрасте, которые, к сожалению, не всегда проходят под воздействием лечения. Они усугубляются и приводят к очень серьезным последствиям именно коммуникации. Это отсутствие познавательного интереса или его искажение. То есть ребенок интересуется, очень активно интересуется, но интересуется теми проблемами, которые являются асоциальными. Это вот как раз в этой книге «Детское воровство». Почему ребенок начинает воровать? Как одна из форм девиантного поведения. Это неадекватность самооценки, это может быть неадекватно завышенная, неадекватно заниженная самооценка, снижение мотивации, жизненной мотивации, мотивации к обучению, игровой мотивации по враньем детстве у детей и формирование к подростковому возрасту тревожности как личностной черты. Ну а в младшем возрасте это формирование страхов. В транспорте на днях едет молодая семья, на руках у мамы трехлетний ребенок. И мама как мантру повторяет. Ты чего мне врешь? Ах ты врунишка, ха-ха-ха. Чего ты мне врешь? Врешь, врешь, врешь. Трехлетний ребенок. Что слышит ребенок? Что он врунишка. И это хорошо. Потому что мама улыбается, счастливая, теребит его. Вот, собственно говоря, и формируется начало того, что воришка это не так уж и плохо. И врунишка не так уж и плохо. То есть я соврал, а мама похихихала. Что уж соврал трехлетний малыш, я не знаю. Но, во всяком случае, меня навело на размышления вот эта сцена. Она была не очень приятной и не очень правильной. Ну и социальные причины. Ну вот многие авторы, вы можете согласиться, можете не согласиться, выделяют как материальное и социальное неравенство вот эти социальные причины. Здесь нужно все-таки рассматриваться, на мой взгляд, гораздо шире. Потому что, да, буллинг сейчас, то есть вот эти издевательства со стороны сверстников. И не только со стороны сверстников, но и педагогических, к сожалению, работников. И со стороны тех людей, которые непосредственно влияют на ребенка. Да, к сожалению, это имеет место быть. Но здесь социальных факторов достаточно много. Но здесь можно, конечно, объяснить материальной недостаточностью семьи, когда ребенок не может, не могут ребенку купить то, что есть у сверстников, не могут приобрести ребенку какие-то дорогие электронные устройства, не могут купить какую-то модную одежду, не могут дать деньги на какие-то развлечения, которые дорогостоящие, не могут оплатить куда-то поездку. То есть, естественно, что все это оказывает влияние и на родителя, и на ребенка. Ну, а как реагируют дети, я не согласна с термином, что дети жестокие. Я работаю с детьми уже практически 17 лет, и именно жестоких детей я встречала достаточно редко. Жестокость опять во многих случаях провоцировалась взрослым человеком в начале. А потом, естественно, что если это поощряется взрослым человеком, провоцируется взрослым человеком, одобряется, то, естественно, что остальные дети используют это уже как форму общения с этим ребенком. Поэтому, естественно, что особенно дети среднего возраста, подростки, для которых является ведущей деятельностью общения, равноправное общение со сверстниками, переживают это очень сложно. Ну, и к социальным причинам, это, естественно, мы отнесем все те неблагополучные семьи, которые, еще раз говорю, внешне могут быть благополучными, но на деле их достаточно много, противовес, наверное, вот этим алкоголизированным семьям, семьям-наркоманам, их гораздо больше. Но мы их не выявляем, потому что зачастую вот то внешнее благополучие нас вполне устраивает. Это неправильно. Ну, и вот резюмируя вот это девиантное поведение, формируется постепенно вследствие попустительства со стороны взрослых, игнорирование проблемы или нежелание исправлять ребенка. Я думаю, вы со мной согласитесь, потому что это действительно так. Ну, и немножечко перед тем, как мы перейдем к практической части, я бы хотела с вами вам предложить те методики, самые простые, те, которые мы с вами используем, перечислить. Как мы можем диагностировать неблагополучие поведения, когда это маленький ребенок, то есть ребенок дошкольного образовательного учреждения. Естественно, это наблюдение, это соблюдение тех правил и норм, которые обязательно существуют, и наблюдение за семьей, чтобы понять причины такого поведения. Потому что в каждом случае такое поведение должно корректироваться комплексно. Медицинским работникам, врачами-специалистами, социальным работникам, которые присутствуют в дошкольном образовательном учреждении, и психологам обязательно, педагогам и, конечно же, родителями. Поэтому наблюдения, на что мы можем обратить внимание, именно как группа риска, я не буду брать крайние такие формы, когда это психически уже нездоровье психического ребенка, на то, что ребенок капризничает при определенных лицах. Например, пришла бабушка, и он начинает манипулятивное поведение проявлять в отношении бабушки. А с родителями вроде бы ведет себя спокойно, вас слушается беспрекословно. Но дело в том, что он ушел с бабушкой, и у бабушки будет достаточно времени, чтобы сформировать неправильные привычки, которые могут, к сожалению, потом привести к зависимому поведению. Бабушка может проецировать ему неправильные установки. Был случай, когда вопиющее, вот просто было воспитание ребенка садистом. Я шла по улице, шел пожилой человек, в нем на руках ребенка в двух с половиной где-то лет. И ребенок, ну я просто, я человек очень внимательный, стараюсь наблюдать за всем за этим. И ребенок со всего маху, не просто так, не в шутку, а со всего маху ударяет кулаком дедушку по лицу. При этом ребенок смеется, а дедушка говорит, закрывает рукой свободное лицо, и говорит, ой-ой-ой, как мне больно. Ребенок заливается. Дедушка, ну видно, что дедушке больно достаточно, потому что мальчик крепкий. Мальчик еще раз разворачивается и еще раз дедушку стукает. Дедушка опять повторяет этот же стереотип поведения. И почему я сказала о формировании садистического такого поведения, то есть ребенок будет проявлять наступательную агрессию, незащитную, ему будет нравиться проявлять эту агрессию, именно потому что он смеется. Смеется тому, что дедушке больно, и дедушка плачет. На днях два брата, два брата, соседи мои, один из братьев решил подтянуться на турнике и соскользнул. Упал очень сильно, ударился попой очень хорошо. Что делает младший брат? Хохочет. Не просто там улыбается, он не бросился к брату ему помогать. Он начинает хохотать. Родители еще не видела, но свой характер зная, встретя этих родителей, я расскажу об этом случае, чтобы обратили внимание. Внешне благополучнейшая семья, дети благополучнейшие, вежливые, воспитанные, старшие учатся хорошо, маленькие еще в садик ходят. Но вот это настораживает. И вас это тоже должно насторожить. Потому что почему удовольствие от боли другого человека? Что такое неблагополучного в семье? Чему ребенка приучают? Почему хвалят? Или наоборот? Или папа хихикает? То есть вот здесь достаточно серьезно. И вот когда ребенок манипулирует одним из членов семьи, тоже необходимо на это обратить внимание. И я думаю, что психологу, педагогу с бабушкой необходимо поговорить и поговорить с родителями. Потому что, ну, естественно, что бабушка пожилой человек, она может просто нас не услышит, но может быть услышит своих детей. Следующий момент. Это что вот, раз я обратила внимание на аутистический спектр, обратить внимание на коммуникацию ребенка. Насколько он коммуникативен. Как? Потому что с трехлетнего возраста мы с вами знаем, что игровая деятельность, совместная игровая деятельность, развитие речи – это то, чем ребенок целый день занимается. Ребенок сидит, приходит, никому не мешает, сел в уголочке и сидит. Ничем не занимается. Почему? Что его беспокоит? Что это такое? Потому что вот эти аутистические расстройства, они могут быть очень сглаженными. И на первый взгляд, этот ребенок очень благополучный, тихий, спокойный, но почему-то он так общается только со взрослым и с одним каким-то взрослым. Он хочет с одним воспитателем общаться, а вот с другим воспитателем у него нет желания общаться. Обратите на это внимание, и все-таки всесторонне психологу необходимо обследовать, что происходит с этим ребенком. Потому что, возможно, это медицинские какие-то проблемы. Может быть, здесь необходима консультация психиатра и лечение у психиатра. Чем раньше будет проведено лечение, тем меньше шансов, что ребенок будет формировать какие-то девиации поведения. То есть ребенок будет развиваться гармонично. Личность его будет получать всю ту информацию, которая ему необходима для того, чтобы выработать собственное мнение, мировоззрение, для того, чтобы понимать, для чего я соблюдаю эти нормы и почему эти нормы нельзя соблюдать. То есть вот эту группу риска, их может быть достаточно много. Но я посоветую психологам и педагогам выделить несколько. Это как раз медицинские, то есть по тем факторам, которые мы с вами говорили, те психологические факторы. Почему психологические мы выделяем отдельно? Ну, потому что если у ребенка гиперактивность, дефицит внимания с гиперактивностью, такой ребенок, почему претендентом, и почему он быстро становится неудобным у ребенка, он вызывает неприятие у многих взрослых и детей. Хотя, в принципе, у этот ребенок психически-то здоров, он просто не может усидеть на месте вследствие того, что там нарушение серотонидофаминового ряда. И ребенок, в принципе, сейчас есть различные медикаментозные формы лечения, достаточно многое. Поэтому, естественно, что обратить внимание на... Это медицинская проблема, это не наша с вами, хотя врачи почему-то пытаются все время эту проблему на педагогов и психологов сгрузить. Нет, это медицинская проблема, потому что гиперактивность, она не бывает на пустом месте, и это не проблема воспитания, это проблема медицинского плана. Поэтому вот эти группы выделите, пожалуйста. Выделить в эту группу можно детей часто длительно болеющих, пропускающих занятия в дошкольном образовательном учреждении. И сюда можно отнести тех детей, которые... И нужно отнести тех людей, которые имеют хронически тяжелые заболевания, то есть дети с ограниченными возможностями здоровья. Почему? Потому что эти дети недополучают необходимой информации, которые позволят собрать полноценную мозаику. Когда ребенок... Когда ребенок... Вот вы не наблюдали, как ребенок мозаику собирает? Или пазлы? Он собирает и как-то по наитию. Он не видит общей картинки. Он просто берет какую-то деталь, например, когда собирает вот эти картинки пазла, и примеривает ее. Просто примеривает. Он не видит картинки. И что самое интересное, вот именно вот такое фрагментарное позволяет этому ребенку собрать быстрее. Мы проводили эксперименты, когда мои студенты и дети шестилетнего возраста садились собирать одинаковые пазлы. Ну и естественно, что кто быстрее собирал? Конечно же, шестилетние дети. Потому что они не представляют этой общей картины. Им нужно собрать. Так вот то же самое касается и их поведения. Они должны собрать многие нормы, правила. Они должны их усвоить. Гиперактивный ребенок, больной ребенок, ребенок с какими-то проблемами со стороны здоровья, хронического плана. Он, конечно же, не может это. Потому что это можно сделать, раз мы говорим о социальном поведении. Мы говорим о том, что принято в данном обществе. А если он не посещает это общество, не управляется этим обществом, как гиперактивный ребенок, то естественно, что фрагментарное вот это восприятие, окружающего мира со всеми его правилами, нормами, поведения и так далее, не будут усвоены полностью. Ну и возникает то самое неуправляемое, девиантное, отклоняющееся поведение. Ну и естественно, что есть проективные методики для дошкольного возраста. Вы можете их тоже использовать, хотя все они, конечно, построены на одном и том же. Это или лесенка, или эмоционально какое-то. Пожалуйста, кто чем пользуется, их достаточно много. Они, конечно, не все валидные, не все опробованные, но тем не менее, есть методики. В большей степени, конечно, это непосредственно дошкольный возраст, когда уже мы можем говорить о том, что личность ребенка начала формироваться, и ребенок уже к школьному обучению уже сформировал определенные правила, понятия о правильности поведения, о том, что неправильно. И я использую очень хороший рисунок, это моя семья. Причем этот рисунок должен производиться все-таки индивидуально, потому что должна обязательно быть беседа. Беседу вы, есть стандартная беседа, есть беседа, которую вы составите, это не суть важна. И несуществующее животное, которое в дошкольном возрасте уже доступно ребенку. Конечно, это не будет в полном смысле несуществующее животное, но тем не менее, по тому пристрастию к рисованию каких-то определенных зверюшек или каких-то монстриков, вы можете определить, насколько здесь у ребенка есть те или иные уже формы агрессивного поведения. А моя семья, там все понятно. Взаимоотношения в семье, отношения к ребенку, его мотивация, его отношения к себе как к члену семьи или наоборот, не складывается такое. Мотивация находиться в семье, то есть из этого тревожности, агрессивные действия в семье. Все по этому рисунку можно выявить. Дети рисуют с удовольствием и в беседе все данные вы можете получить. Один из самых информативных вот этих рисунков, проективная методика, моя семья и несуществующее животное. Причем несуществующее животное, оно с успеха может использоваться, так же, как и первый рисунок, независимо от возраста. То есть чем старше, интерес не пропадает, а наоборот еще больше, потому что там уже дорисовывается. Тест школьной тревожности Филлипса. Я вам уже говорила, что это формирование страхов, вот именно как начало проявлений девятного поведения, потому что ребенок боится того, чего бояться нельзя. Почему мы говорим о страхах? Мы не говорим о возрастных, мы говорим о патологических страхах. Ну и естественно, что школьный тест Филлипса, он достаточно быстрый, его можно провести в группе, но интерпретация его не настолько уж проста. Никогда, пожалуйста, не интерпретируйте только один тест школьной тревожности. Это нельзя делать, потому что нужно обязательно комплексно проводить. Для этого необходимо все-таки, если это дети после 12 лет, это тест Шнишика подростковый вариант, или он еще по-другому называется, вы встречались, наверное, это чертова дюжина. Очень хорошо обрабатывается, прекрасная табличка. Я вам... Вы можете ко мне обращаться с вопросами, пожалуйста. Особенно я вижу, что у меня много здесь коллег из УФИ. Я доступна, вы знаете мой телефон, пожалуйста, приходите, звоните. Мы с вами будем разбирать, как это нужно рассматривать в совокупности. Тест БАС САДАРКИ обязателен, потому что те или иные формы агрессивности это уже форма проявления девиации. Ну и методика, с которой мы с вами постоянно сталкиваемся, это методика определения склонности к девиатному поведению. Она очень хорошо обрабатывается, она валидна, она тоже должна рассматриваться индивидуально, но она позволяет выявить предрасположенность. Сейчас, во всяком случае, у нас в городе, в республике, уже несколько лет проводится тестирование по аутоагрессивному поведению, то есть по эмоциональному состоянию детей и подростков. Все это очень серьезно, там используются методики другие немножко по распоряжению и мы видим о том, что действительно получаем очень серьезные данные о том, чем и так живут наши детки. Это вот то, что касается методики диагностики предрасположенности. Вот еще одна книжка, это агрессия в младшем школьном возрасте. Я вам тоже ее советую. Библиотека, конечно, она очень большая. Ее автор Долгова Анна Геннадьевна, Долгова Анна Геннадьевна. Вот тоже советую, потому что здесь и диагностика, и очень хорошие есть упражнения, очень хорошие есть здесь дидактические материалы, методика, которые, методики представлены, которые вы можете использовать. Ну, вот тоже самое методика, рисунка несуществующего животного. Дом, дерево, человек я не использую, потому что я не считаю ее информативно для себя. Я не говорю о том, что это методика чем-то, меня не устраивает просто. Мне она не совсем информативна, потому что я все-таки арт-терапевт в большей степени, но и я не вижу информации в этом рисунке именно для себя, кобрусных. Также предлагают рисунок семьи, то есть мы, как видите, здесь единый, его найдете во многих витераторах, во многих источниках вот эти данные, что действительно необходимо использовать. Ну, и здесь очень хорошие карты сопровождения ребенка на занятиях, рекомендации, так что советую вам эту книжечку тоже посмотреть. Ну, и у нас остается не так много времени, я хочу все-таки вот этот случай вам представить. И так как это было мое наблюдение, наблюдение очень длительное, я укажу на то, что, в принципе, мы делали, но почему такое было противодействие, почему мы не смогли ничего сделать, несмотря на то, что этот ребенок в течение многих лет занимал наши мысли, мы переживали за него, но, к сожалению, ситуация сложилась так, как она сложилась. Ну, и как любое, фамилия изменена, имя изменено ребенка, я буду только ключевые моменты вам. Впервые с этим ребенком я познакомилась 16 лет назад. Это был один из тех первых детей, которые мне привели на прием, когда я начала работать непосредственно в школе. Мои бывшие студенты понимают, о ком я говорю, думаю, что подключаться, какие-то вопросы, какие-то комментарии будут давать. И ситуация была такая, что ребенок все время дрался с одним одноклассником, причем ребенок перешел только недавно в нашу школу из другой школы. Из предыдущей школы он был благополучно не отчислен, а попрошен, то есть было уже сложно достаточно общаться с этим ребенком. Его отправили по месту жительства в нашу школу. И ситуация была такая, что ребенок подрался, но его тот мальчик победил, Колю. И Коля, папа Коли, подъехав на машине, забрал своего сына и того ребенка, увез их куда-то на пустырь и потребовал драться. Естественно, что дети все это увидели, была вызвана милиция, объявлен розыск этих детей, особенно того мальчика, который не являлся сыном данного гражданина. Он привез их спустя где-то полчаса, мальчики подрались, они были сбиты оба. Папа не вмешивался в дракон, он просто наблюдал, как его сын избивает этого ребенка. Естественно, тот ребенок был напуган, естественно, что Коля победил. Но в милицию увезли и папу, и Колю, и после этого, конечно, началась эпопея наблюдения, коррекции всего, что только возможно в отношении этой семьи, этого мальчика. Ну и теперь немножко об этой семье. Семья крайне благополучная внешне. Ну, придраться не к чему абсолютно. Ребенок, родители, папе около 40 было, маме после 30, когда родился этот единственный ребенок. Материально семья очень обеспеченная. Мальчик всегда, на протяжении всех лет в обучении в школе ходил опрятный. Всегда у него были все принадлежности, которые он, конечно, не терял, и ломал, и все это было. Но, тем не менее, на следующий день у него появлялись новые. По субботам, воскресеньям семья отдыхала вся вместе. Ходили в кино, на лыжах, на велосипедах, в бассейне, куда-то постоянно ездили на отдых. Папа с мамой, папа приходил постоянно в школу. Папа практически был на каждой перемене. Он не давал осуществлять педагогу начальной школы нормальный педагогический процесс, учебный процесс, потому что он вмешивался абсолютно во всем. Но почему вот это, а вот это, ну, чем, собственно говоря, очень серьезно травмировал психику учителя. Ну, через два года Коля ушел в среднее звено. И вот, когда я его наблюдала, проводила исследование непосредственно уже при переводе в пятый класс, проводилась диагностику. У меня, к сожалению, рисунок не сохранился, но я вам покажу фрагмент этого рисунка, если будет видно. Нет, не видно, да? Нет, видно что-то. Сейчас, сейчас, минутку. Это дерево. И вот видите, это спиральки. Их очень-очень много, этих спиралек. Я попросила его нарисовать лес. И вот этих деревьев было около десяти. И каждый из этих, каждый из этих деревьев было заполнено вот этими спиральками. И ствол, и крона. Он рисовал ручкой, хотя у него были в арсенале и карандаши, и фломастеры. Он взял ручку, и весь этот рисунок был вот в этих спиральках. То есть ребенок был настолько тревожен, и мысли его настолько были зациклены уже, что вот это проявилось в рисунке. Тревожность проявлялась во всем. У ребенка наблюдался тремор, постоянный причем тремор. И на уроках, и когда он приходил ко мне на консультацию. Причем первые два года родители, мама, папы достаточно охотно приводили его ко мне. Но мы пытались объяснить папе, что данное поведение папы недопустимо в отношении ребенка. Вот это бесконечное давление. Потому что ребята, когда папа приходил на каждое перемене, вы понимаете, вот здесь у нас смешки-то со стороны не только одноклассников, но со стороны всей начальной школы и старшего звена. Потому что школа достаточно дружная. Естественно, эти насмешки, издевательства присутствовали. Со всеми боксер Коля драться просто не мог. Причем из боксерской секции мы вынуждены были написать письмо в эту секцию, что Коля использует эти приемы профессиональные уже, потому что он очень неплохо дрался для своих лет. И после того, как он сломал руку и сломал нос, собственно говоря, одноклассникам мы, собственно говоря, были вынуждены обратиться. И вот здесь начинается лавинообразное формирование вот этого противоправного поведения. Папа убеждает своего сына, что он должен быть везде и во всем первым и главным. Возможности образовательного Коля очень низкие. Почему? Потому что все сознание ребенка занято вот этой сверхценной идеей угодить папе. угодить папе именно в том, что он сильный, смелый и он всех победит. Это было, драки повторялись неоднократно, родители поставили на учет. Колю уже в более старшем возрасте в такие ситуации, когда он очень жестоко избил десятиклассника, несмотря на то, что он учился тогда в восьмом классе. Мальчик был с ограниченными возможностями здоровья, порог сердца у него, он сломал ему нос, избил его очень серьезно, причем это произошло молниеносно. Удар профессиональный и ребенок был поражен. Вызывалась полиция, ребенка увозили, потому что ребенку было 14 лет уже. Но уголовной ответственности ребенок не понес ни разу. Почему? Потому что папа имел какие-то возможности и забирал своего ребенка, многократно избавлял от наказания. Что происходит дальше? Дальше это состояние усугубляется. Учеба у ребенка не идет совершенно. Из этого класса ушла большая часть детей, причем класс пришлось расформировать. Он ведет себя иногда ебоедно, то есть ведет себя как обезьянка. Какие-то странные жесты, какие-то очень странные действия производит. Он нецензурно выражается, причем он не различает взрослые, это не взрослые. Любимое занятие, коли издеваться надо убойщицей. Вот просто это было издевательство, отдать должное нашим техничкам, которые спокойно понимают, что ребенок не очень здоровый уже на данный момент, потому что в данный момент уже, естественно, что формировалось психопатоподобное поведение. Ну, папу мы предупреждали еще и попросили, вы придете к нам, будете говорить, чтобы мы помогли, мы вам уже не сможем помочь, он будет с вами драться уже. К сожалению, в 14 лет наступил тот момент, когда Коля ответил папе. Ответил очень сильно, папа тут же прибежал к директору, вот что мне делать, как мне быть. Естественно, что мы не знаем, как нам быть, потому что мы не знаем, как нам быть. Поэтому, естественно, что вот этот момент был очень неприятным, но Коля учился у нас, продолжал учиться у нас, причем он совершенно был абсолютно здоровым ребенком, но несмотря на вот эту агрессивность, он был достаточно труслив. То есть все это происходило в стенах школы. Естественно, что у Коли не было никаких друзей, именно в плане друзей. Было несколько человек, которых он пугал и заставлял делать. Он портил вещи, причем он портил вещи очень селенаправленно, зная, что человеку будет очень сложно родителям приобрести новую вещь. То есть здесь уже, понимаете, здесь было настолько искаженно, настолько извращенное поведение, что мы, честно говоря, не знали, что ждать в следующий день от мальчика. Мальчик закончил школу, поступил в один из наших колледжей. Через две недели из этого колледжа он был с позором выгнан, потому что он опять же продолжал себя вот так из-под тишка мерзко вести. Ну и тут получается так, он взрослый достаточно мальчик, ну и тут получается, что вроде бы куда-то он устроился на работу, но где-то в 18 лет получилось так, что он совершил уже серьезное противоправное действие. И папа отправил его срочно в армию, отслужив в армии. Мальчик приехал, юноша. Полгода его наблюдали в одном из парков нашего города. Он был один, у него не было девушки, не было друзей. Молчаливо ходил, но через полгода он ожил и стал совершать опять противоправные действия. Совершил разбойное нападение уже, несмотря на то, что грабеж, несмотря на то, что финансово мальчик имел очень хорошую машину, имел собственную квартиру уже, родители позаботились об этом. И он был осужден на 4 года. Все это закончилось весьма трагически, потому что опять его поведение или, скажем так, невозможность контролировать свои действия привело к тому, что он стал приставать с одной компанией, с друзьями, со своей компанией, их было трое. Ну и в этой драке он был убит. Ему было 24 года, поэтому судьба завершилась весьма трагически. Что мы могли и что мы делали? Конечно, в большей степени наши действия носили такой уже, понимаете, наказательный, скажем, характер, потому что мы его наказывали. Мы наказывали его, вызывая на советы профилактики, где обсуждали, стыдили, угрожали в какой-то степени. Естественно, что если он так не перестанет, то он будет там поставлен на учет. Он поставлен был на учет в милиции, где тоже, в принципе, в большей степени это было. Я неоднократно пыталась и проводить с классом мероприятия коррекционно-развивающего плана, но мальчик отказывался ходить на это, и родители были потом уже категорически против подросткового возраста. Мы направляли его в Центры психолого-педагогического сопровождения, куда тоже они не посещали эти занятия. То есть мальчик на контакт практически не шел. Все консультации, потому что консультации можно было проводить только в присутствии нескольких человек, потому что он отказывался. Но все это заканчивалось грубостью, заканчивалось нецензурной бранью, и, в общем-то, мы были бессильны. Почему мы были бессильны? Потому что вот тот авторитет отца, который, естественно, для мальчика, сформировался еще, вероятно, дошкольного возраста, и вот то искаженное понятие папы, наличие у папы психопатии, ядерной психопатии, ну, это подтверждено было уже в последующем, естественно, что все это привело к тому, что ребенок просто не смог усваивать. А наличие вот этого высокой степени тревожности и наличие разных страхов, потому что вот эти спиральки – это страхи многочисленные, в данной ситуации, естественно, привело к такому трагическому концу. К сожалению, вот те закономерности, которые и формируют девиантное поведение, вот на примере этого мальчика были, к сожалению, показаны, и, к сожалению, мы наблюдали. Это очень и очень тяжело. Вот здесь есть вопросы, сейчас я посмотрю. Так, Санкт-Петербург. Вы можете в WhatsApp, я могу вам продиктовать номер телефона, ну, вот что-то я не подготовила почту свою. Ну, номер телефона запишите, пожалуйста. Это Уфа, город Уфа. 8-905-309-5708. Вы можете мне послать сообщение, и я вам перешлю свой WhatsApp и свою почту. И тогда мы сможем с вами общаться, потому что, конечно, материалы в один час я уложить просто не могу, потому что это очень сложно, наработок очень много, алгоритмов действия тоже много, они используются каждый раз по-разному, потому что и лонгитюдных вот таких наблюдений очень-очень много. Еще есть вопросы? Пожалуйста, если я смогу вам помочь, я с удовольствием вам помогу, чем-то, какими-то советами, методиками достаточно их много. Ну, и, естественно, теми научными разработками, которые у меня есть, потому что я являюсь еще и кандидатом на ух, преподаю, поэтому я думаю, что вам будет интересно. Еще вопросы? Вопросов больше нет. Если вас, конечно, заинтересует, пожалуйста, свои пожелания оставляйте, потому что есть программы конкретные, коррекционные, есть конкретные диагностические по каждому какому-то определенному случаю, так что я думаю, что я смогу вам помочь. Так, у меня время вышло, да? Ну, и не забудьте вот об этих книгах. Все-таки я вам настоятельно советую, но так как время еще есть, есть еще очень хорошая книга автора Мастякова и Москва, Московкина, это семейное воспитание детей с отклонениями в развитии. То есть здесь тоже касается и поведенческих реакций определенных, но и очень хорошая книга, которую вот я тоже вам посоветую, автор Максимова, «Гиперактивность и дефицит внимания», потому что зачастую это та причина, тот фактор развития девиантного поведения, несмотря на то, что этот ребенок совершенно не хочет нарушать правила. У него так получается. К сожалению, получается именно вследствие того, что его лобная доля не может выполнять полноценно свою функцию. коллеги начальной школы со мной согласятся, что это как раз то, что и потом, я повторюсь, делает ребенка неудобным для многих взрослых и прежде всего для процесса обучения. Но ребенок в этом, естественно, не виноват. Наша задача ему помочь. Я благодарю вас за внимание. Еще время есть вопросы, пожалуйста, задавайте. У меня все. Субтитры создавал DimaTorzok Дорогие друзья, давайте поблагодарим Ольгу Генриховну за сегодняшний вебинар. Вам тоже всем спасибо. А я постараюсь пока ответить на вопросы, которые возникли ко мне. Сначала, как скачать сертификат? Посмотрите, пожалуйста, на поле презентации. Сейчас я буду рисовать поверх нее стрелочку. Вот в этом направлении, посмотрите, пожалуйста, наверху у вас расположен ряд кнопок в правом верхнем углу. Среди них есть кнопка в виде серой папочки. Нажимая на эту кнопку, у вас вот здесь вот справа образуется окошко под названием ресурсы. В этом окошке у вас будет несколько строк. Одна из строк с зеленой иконкой слева, это и есть сегодняшняя презентация. Для того, чтобы скачать эту презентацию, надо нажать, внимание, не на название файла, а на вот эту вот зеленую кнопочку. Если вы находитесь на компьютере, а не на гаджете. На гаджете я подозреваю, что скачать презентацию нельзя. А с компьютера можно это сделать. Нажав на эту зеленую кнопку, появляется предложение скачать этот файл. Дальше нажимаете на кнопку сохранить, и презентация у вас. Презентация, записи вебинаров. Сейчас я посмотрю. Ну, отмотайте, нет, уже, наверное, поздно отматывать. Сейчас я расскажу, где, на каком канале хранятся записи всех наших вебинаров. Для этого мне надо скопировать строку. Одну минутку у меня на это уйдет еще пять секунд, чтобы скопировать эту информацию. Вот на этом нашем канале, в плейлисте вебинары, я надеюсь, уже сегодня вечером появится запись этого вебинара. Что касается сертификатов. Сертификаты у нас распространяются за плату. Стоит сертификат на сегодняшний вебинар 149 рублей. Вообще-то у нас цена 199 рублей, но так как вам была объявлена, ошибочно была объявлена старая цена, то по этой цене вы и покупаете сертификат на этот конкретный вебинар. Что касается тех, кто не нашел себя в списке по ссылке, возможно, вы зашли после того, как я уже сформировал список сертификатов. Дело в том, что Ольга Генриховна где-то на 40-45 минуте вебинара сказала, что вот и все, вебинар подходит к концу, и в этот момент я сформировал список. Те из вас, кто зашли позже 40-й, примерно 45-й минуты, они в этот список не вошли. Я приношу извинения, но, к сожалению, уже ничего не могу сделать, потому что иначе исчезнут сертификаты. Если я заново сделаю операцию, исчезнут сертификаты тех, кто уже оплатил. Старайтесь впредь заходить на вебинары в самом начале, а не в конце вебинара, тогда вы точно попадете в список тех, кому выдан сертификат. Напоминаю, что для того, чтобы получить сертификат в Директ Академии, надо обязательно присутствовать на вебинаре. Недостаточно зарегистрироваться. Я надеюсь, что я ответил на большинство вопросов. А, мои коллеги вместе со мной принимали участие в вебинаре с моего компьютера. Как им можно получить сертификат? Никак. Никак нельзя. Мы сознательно на это идем. Только те, кто явно заявил о своем участии, написали фамилию и имя отчество при регистрации. Только эти люди могут получить сертификат. Потому что количество людей, которые у вас за спиной смотрят, сертификат с вашего компьютера, оно не поддается контролю. И, соответственно, мы не можем просто с чужих слов выбить людям сертификат. Пусть все смотрят с каждой своего компьютера или с гаджета, регистрируются, и тогда всем будет именной сертификат. Сертификаты у нас именные, поэтому мы требуем регистрации. Вот такие у нас правила. Вот еще появились. Да, но, к сожалению, поздно появился вопрос. Это уже к спикеру. Я имею в виду во вкладке «Вопросы». Я уже не смогу вам ответить. А вот Наталья Евгеньевна спрашивает, все мои сертификаты выходят под другим именем. Я даже не знаю, что по этому поводу предполагать. Возможно, на этот мейл была зарегистрирована другая ваша коллега или, может быть, эта фамилия каким-то другим образом под этим мейлом появилась. Поэтому вместо одной фамилии не может такого быть. Давайте вы мне напишите на мой адрес. Я вам сейчас напишу его. Я постараюсь разобраться. Только обязательно напишите на этот мой адрес, потому что чат я могу потерять и забыть. А вот если вы напишите письмом, я разберусь. Так, вошла в вебинар в начале, но сертификат тоже не могу найти. Сейчас, одну минутку, давайте посмотрю. Давайте посмотрю. Я просто смотрю, что уже 22 сертификата куплено. Значит, на самом деле, в целом-то все нормально. Почему кто-то не может найти себя, пока не могу понять. Так, вы регистрировались под этим же именем, да? Одну минутку, сейчас проверю вашу фамилию. Да, я вас не вижу, но, к сожалению, ничего поделать не могу. Мне придется анализировать логи вебинара, чтобы понять, что было, в чем дело, почему так произошло. Ну, я постараюсь это сделать. Если... напишите мне, пожалуйста. Сейчас я напишу. Постараюсь проанализировать. Сейчас в реальном времени, к сожалению, этого сделать не могу. Вот. Так, ну, остальные вопросы, это уже вопросы не ко мне. Ага, вот у кого-то уже, у Натальи Евгеньевны нашлись. Да, коллеги, еще есть один такой момент. Вполне может быть, просто надо выждать немножко времени. Иногда происходит следующее с сервисом сертификатов. Момент, когда я объявляю, туда сразу много народа заходит, и иногда сервис подтормаживает. Поэтому попробуйте просто это сделать через 15 минут, там, через 20 минут после окончания вебинаров. Чаще всего это помогает. Если проблема... Ой, а я свой... Да, я дал свой. Если проблема останется, то, пожалуйста, напишите мне, я буду выяснять, почему вы присутствовали с самого начала, а сертификат вам не выдался. Вот. Ну что ж, я думаю, что на основные вопросы я ответил. Наталья Евгеньевна, да вроде нет. Вроде бы достаточно вводить вообще любую комбинацию из... А вообще лучше всего свой email вводить. Это вот абсолютно. Если mail вводите в поисковой строке, то проще всего найти. Ну все. Мы уже начали углубляться в технику. Я надеюсь, что вы разберетесь с этой поисковой строкой. Там все более-менее просто. Если нет, пишите мне, я вам отвечу. Всего доброго. До новых встреч в Директ Академии. Нас ждет новая неделя, полная вебинаров. Приходите, мы будем рады вас увидеть в качестве наших служителей. До свидания.